Добрый день! Я рада, что вы на моем канале подписались и смотрите это видео. Сегодня у меня пицца. Буду готовить пиццу из того, что есть, как всегда, в холодильнике. Кто мне давно смотрит, тот прекрасно помнит и знает. Я очень часто готовлю тесто на трубях. Вот на таких, на пшеничных трубях. Можно на овсяных. У меня для этого дела пшеничные. Мне очень нравится. Конечно, отруби у меня желудок не очень принимает. Практически не принимает. Я съедаю один кусочек. Но эльгизу это очень хорошо. Сахар не поднимается. И слава богу, вкусненько ест. Ну и сынок тоже кусочек съест. Это обязательно. Здесь у меня творог. Обычно сколько грамм творога, столько и отрубей. Вот у меня 200 грамм творога и 200 грамм отрубей. Но у меня тут немножко еще остался творога от предыдущей пачки. Но я тоже использую, чтобы не валялся. Поэтому ничего страшного не будет. Там немножко будет помягче тесто. Ничего страшного. Сюда идет еще яйцо. Разрыхлитель. Здесь у меня пол пачки. Пачка 10 грамм. Пол пачки. Немножко соли. Все. И отруби. Вот такой клубочек у нас тесто получился. Ладно, пока отставим в стороночку. Нарежем мы составляющие. В этот раз у меня будут немножко соленых огурцов, помидорина, сыр и вот такое сало. Ну все, режем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это наше тесто. Оно не катается ни скалкой, ничем. Его нужно просто растянуть руками. Вот так просто руками. Потихонечку, помаленечку и растягиваем. Вот так я растянула наше тесто. С трудом оно растягивается, но растягивается. Можно где-то и скалочкой подкатать, пока где не липнет. Где руки смочить водой и потихоньку все равно растянуть. Я показываю на отрубях. Для тех, у кого нет цельнозерновой муки, а кушать очень хочется вкусняшку. Поэтому, а отруби есть вообще везде, в любой аптеке. Поэтому берите и делайте. Вот так. О, даже бортики получились. Все. И теперь заполняем всем, чем хотите. Пользуюсь я вот таким кетчупом. Хайнс. Почитайте состав. Я уже неоднократно говорила, что у меня всегда в обиходе вот такой майонез Слобода и вот такой кетчуп. Я их выбрала. Я прочитала состав. Я знаю, что это идеальный состав для меня, для моей семьи. И этим и пользуюсь. Это не реклама. Это тем, чем пользуюсь я. Это тем, чем пользуюсь я. Это тем, чем пользуюсь я. Я, 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 я. Я, 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 я. Через 30, наверное, будет готова пицца. Через 30 минут будет готова пицца. И вот наша пицца с пылу с жаром. Пеклась она 35 минут. Так я вот краешки смотрела, что все пропеклось. Остынет. Попробуем. Вот остыла она немножко. Я перенесла пиццу на стол. Подложила досточку, чтобы порезать. И мы сейчас с вами ее разрежем. И попробуем один кусочек. Потом всю ее разрежу на кусочки и переложу на блюдо. Так. Вот. Сейчас камеру переверну на себя и попробуем. Вот. Давайте попробуем. Раз вы любите, когда я пробую, значит будем пробовать. Хоть я вкус этот, ну и я как хорошо знаю. С молоком. Так всегда с молоком. Я с грудинкой никогда не делала. Сразу попалась грудинка. Грудинка так вкусно с помидорчиком. И тесто сегодня получилось как... Отрубей поменьше, творога побольше. И тоже такое тесто-то мягкое получилось, такое хорошее. Но до этого было рассыпчатое и тоже хорошее. Я, ребята, это специально показала для тех, кто вновь ко мне пришел. И очень многие-многие жалуются, что нет цельнозерновой муки. Вот. Отруби. С отрубями можно делать и лепешки, и тосты какие-то. Вот. И пиццу можно делать. Вообще. Отруби можно также применять. Но смотрите на состояние своего желудка. Вот у меня желудок, он нормально работает. Он не болит ничего. Но отруби не принимает. Вот для меня вот этот кусочек и все. И все. Больше я есть не буду. Ну, потому что. Вот потому что не принимает. И вы точно так же смотрите. И у сына у меня все у них нормально. Они спокойно едят, им все это нравится. Ну, а составляющую уж придумывайте сами, как хотите. С грибами, с мясом, с колбасой. Что хотите, то и кладите. Все будет вкусно. Все. Ммм. Вообще вкусно. Сейчас кто-то скажет. Ой, соленый огурец и молоко. Да? Соленый огурец и молоко. И легко. Не так вкусно. Поэтому так и ем. Спасибо, что вновь посмотрели меня, послушали. Готовьте. Наслаждайтесь. Это вкусно. И совсем не вредно. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»